Объезд городских дорог провели в выходные представители общественной палаты Бердска и начальник управления ЖКХ города Владимир Захаров. В ходе объезда определены участки, которые будут подвергнуты аварийному ремонту в первую очередь в приоритете улицы Первомайская, Спортивная и Попова. В минувшую пятницу в Бердске начался аварийный ремонт дорог. Рабочие начали укладывать горячий асфальт в ямы на улицах Красная Сибирь и Красноармейская. А в воскресенье представители управления ЖКХ и общественной палаты Бердска совершили объезд улиц города, чтобы определить, какие дороги необходимо отремонтировать в срочном порядке. Осмотр начали с пересечения улиц Ленина и Спортивная. Здесь расположен второй по напряженности после Первомайской въезд в Бердск с федеральной трассы. Улица Ленина сделана до Герцена, нам, скажем так, минимум до Кирова надо вернуться, я считаю. В этом году? В этом году у нас лунная. Лунная. Вот будем думать, или на следующий год, на 19-й, или туда дальше, там, на 20-й. Вот у нас сейчас... Это нелогично просто совершается. Вот у нас сейчас что в приоритете? Это улица, мы не до конца сделаем улицу Лунную, напрашивается доделать. Потом доделка улицы Суворова надо доделать. Улицы Ленина надо доделать. И у нас... И Первомайская. И главный, так сказать, въезд в город, а улица Первомайская. Что касается улицы Первомайская, то ее даже смотреть не стали. Состояние дороги очевидно. Проверили въезд в город со стороны улицы Лелюха, проехали по улице Попова, Красной Сибири и Боровой. Ничего нового не увидели, констатировали общественники. Состояние городских дорог, увы, типично для ранней весны. В результате объезда были определены приоритетные направления для ремонтных работ. Возглавила список, безусловно, улицы Первомайская. Директор управления ЖКХ Владимир Захаров подчеркнул, что ремонт будет проводиться методом укладки горячего асфальта в ямы. Мера эта временная, она позволит продержаться до более тщательного ямочного ремонта, который начнется, как только позволит погода, сказал он. «Отработали улицу Красная Сибирь, улицу Красноармейская. Вот сейчас вместе с общественной палатой города Берска хотим посмотреть остальные улицы и определить их в разрезе приоритета. Посмотреть степень трагедии. Вырисовывается ясная картина, что, конечно, на первом месте стоит улица Первомайская, въезд в город. Вторая въездная улица Лилюха, она в состоянии более или менее. И улица Спортивная тоже нуждается в особом подходе. Вырисовывается улица Комсомольская в районе Первомайской, Тетики, Тереленина. И сейчас находимся на улице Попова. Тоже надо ее ставить в приоритет». По оценкам специалистов управления ЖКХ, в нашем городе требует ремонта около 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На работы такого масштаба может потребоваться около 25 миллионов рублей. Берск пока располагает суммы в 13 миллионов. Власти рассчитывают на поддержку области.